всем привет сегодня я сравниваю две трешки каждая по 120 квадратных метров каждая находится в своем жилом комплексе таким образом получится что сегодня мы сравниваем двух гигантов двух застройщиков у гмк и брусника у гмк это жилой комплекс макаровский а брусника это жилой квартал на некрасова именно с таким запросом ко мне обратились заказчики на консультацию написали и попросили дорогой вам пожалуйста помогите нам определиться какую же трешку нам выбрать 120 метров на некрасова или 120 метров на макаровском вот сейчас и поймем какая из этих двух квартир лучше поехали на самом деле ко мне обращаются очень много с подобными запросами просят выбрать квартиру не могут сами определиться что можно сделать в той или иной планировки вот если жилым комплексом все понятно ну знаете место расположения что вокруг находится детские сады там развлечений все такое прочее внешний вид как выглядят места общего пользования ну в общем вот это все понятно то есть это вот то что я называю упаковочка с этим заказчики сами вполне себе легко определяются а вот с планировкой не так все очевидно и все больше и больше ко мне обращается именно с такими запросами пожалуйста есть две квартиры помогите выбрать ребята сейчас поможем разберем рассмотрим и посмотрим и так первый жилой комплекс макаровский трехкомнатная квартира 120 квадратных метров это последняя очередь застройки то есть это тот дом который еще не выстроили все остальные уже построены сданы в них живут люди ну кто-то может еще ремонт делает это остался последний дом а значит жилой комплекс практически готов стройки там больше не будет а вот на некрасова кстати будет и так заходим в квартиру и попадаем в гардероб ребята но это сразу же вот первая фиаско в этой квартире которая я здесь наблюдаю мы заходим и упираемся в столб ребята вы заходите к себе в квартиру в прихожую и упираетесь в столб вот он здесь огромного размера но проектанты поступили хитро они обозначили это место пунктирной линии и подписали гардероб ну типа вот у нас еще и гардероб есть мы молодцы конечно молодцы но если нарисовать шкаф реального размера а не тот который здесь нарисован получится так что между столбом и шкафом всего лишь навсего 40 сантиметров попробуйте протиснуться в 40 сантиметров и там дверки открыть ну это это провал друзья поэтому так шкаф не поставить если мы шкаф будем ставить по-другому вдоль другой стены вот таким образом то получится что у нас прямо посередине прихожей столб что с ним делать непонятно обычно в театр ходят или на комедии на какие-то чтобы поржать а тут знаете сразу же уже вот как бы повеселился ладно бог с ним идем дальше и попадаем в большой широченный коридор а зачем честно говоря я не очень понимаем ну да ладно мы попадаем в общее пространство общее пространство вот она и вмещает в себя сразу же кухню диванную группу и типа столовой не знаю давайте смотреть кухня пять с половиной метров квадратных слушайте но это квартира бизнес-класса эта кухня как на хрущевке блин мало того что она пять с половиной квадратных метров она еще в нише далеко от окна и тоже за столбом этот столб тоже не убрать в общем это квартира какая-то столбячая столбов квартира столбов выставка столбов у меня кстати есть книга очень интересная и сейчас покажу это как оформлять пилоны колонны различные стили различные эпохи вот купите посмотрите может вам что-то на ум придет и вы оформите все колонны которые здесь есть дальше гостиная 23 квадратных метров но знаете я соглашусь если это только под диван и кресла тогда вопросов нет все нормально но ведь они сюда еще впихнули стол который поставили к стене когда ваш стол будет стоять около стены ваша стена будет всегда засалена ну знаете стол отодвинули а там такие разводы а где стоял контур стола там такие чистенькие обои будут и это некрасиво когда стол прижат к стене но некрасиво на посередине как-то его ставить оставишь посередине тут стол по 5 нужен кошмар но есть плюс большая лоджия 7 квадратных метров которая сразу утеплена ну по крайней мере на плане так показано это значит что жители уберут эту перегородочку и получат 7 квадратных метров в свое пользование гостиная таким образом увеличивается до 30 метров вот это уже нормально можно расположить диванную группу и обеденный стол но с кухни ты ничего не сделаешь все равно кухня маленькая 5 квадратных метров где-то там в тени ну то есть получается что хозяйка это такая служанка которую запихнули в кладовочку чтобы она обеспечивала вкусной едой семью идем дальше заходим коридор и видим три двери первая дверь в ванную которая всего лишь навсего 4 квадратных метров ребята блин квартира бизнес-класса но то есть дом бизнес-класса и ванна 4 метра квадратных это откровенно маловато дверь направо это спальня ну то есть детская скорее всего она 16 квадратных метров и это отлично дверь прямо это мастер спальня но попадая туда почему-то сначала мы заходим в гостиную это что гостиная номер два заходим в гостиную отдыхаем перед тем как лечь отдохнуть что встаем опять отдыхаем ну как-то странно на мой взгляд мастер спальня это ванна это гардероб и собственно говоря спальня а здесь какая-то странность получается заказчики которые ко мне обратились у них сейчас один ребенок но планирует 2 а может быть даже и 3 это значит две детских как минимум должно быть вот у меня вопрос как здесь сделать вторую детскую ну точнее как в нее попадать но очевидно что поставив стенку между этими двумя комнатами мы делаем их не обособленными друг от друга а проходными то есть попадая в первую комнату нам нужно сделать вход во вторую то есть через первую это раньше так во дворцах знаете заходишь в первую залу во вторую залу в третью но и вот так вот через все здание идешь пока не дойдешь до самого конца да и то в спальне то там не так не попадают все равно это ответвление в бок через какой-то буфер очень странное решение чтобы получить здесь детскую комнату мы вынуждены здесь построить вот такой коридорчик и сделать вход ну во первых мы уменьшаем комнату вот эту вот да то есть детскую например во вторых мы делаем ее абсолютно странной формы такой формы г я вот категорически против того чтобы комнаты были какой-то странной непонятной формы тем более вот такой формы г они должны быть либо квадратные либо прямоугольные ну может слегка скругленные но вот не так а по-другому не сделать чтобы в нее попасть и для меня это очень странно это в доме бизнес-класса здесь все должно быть продумано здесь все должно быть на уровне и более того кухня ванные комнаты это такие помещения которые в попадая в которые мы должны себя чувствовать ну как комфортно в общем вердикт следующий здесь получается очень много коридоров за которые вы тоже заплатите деньги на сегодняшний день это 120 тысяч рублей за квадратный метр здесь примерно метров двадцать это значит два с половиной миллиона вы так на коридоры это первая квартира в жк макаровский теперь рассмотрим вторую квартиру в жк некрасова это строит брусника брусника тоже гнет пальцы и заявляет что у нас все самое лучшее идеально и удобно и но это не про планировки но вот посмотрим что у них происходит с планировками значит сама конфигурация квартиры виде буквы г я их называют пистолетная планировка но она просто на пистолет похоже заходим в квартиру и попадаем в коридорчик очень маленький коридорчик 4 квадратных метра ребята для дома 120 метров где две детских то есть четверо человек будут сюда заходить 4 метра включая шкаф это катастрофически мало и больше шкаф поставить некуда и гардероба нету это плохо в общем это минус идем дальше попадаем в гостиную 42 квадратных метров мы помним против 25 а если присоединить балкон то против 30 то есть там 30 здесь 42 это зачет вот прям сразу лучше более того здесь в общем пространстве сразу же два окна и мебель стоит более правильно есть большой стол есть куда поставить он около окна кухня нормально стоит она будет нормально освещена она хорошего большого размера и диванная группа тоже нормального размера вокруг которой можно спокойно ходить очень хорошо отлично я бы даже сказал идем дальше по коридору направо ванна налево комната ну возможно детская комната 16 метров также как в макаровском ну все хорошо все отлично направо ванная комната которая 5 квадратных метров слушайте но на метр лучше это конечно хорошо если в процентах посчитать то это вообще шикарно но а так то в общем то недалеко не ушли 5 метров для бизнес-класса это мало вот мало вообще вот понимаете мало 8 квадратных метров вот нужно от этого размера отталкиваться идем дальше попадаем в следующий коридорчик налево еще одна комната 12 квадратных метров прямо чуть левее еще одна комната пять с половиной квадратных метров и я подозреваю что это что-то на вроде кабинета но кстати если он кому-то не нужен можно его объединить с комнатой и получится 17 с половиной квадратных метров комната вообще шикарно поворачиваем направо и попадаем в мастер-спальню в мастер-спальне ванная и комната комната 23 метра а ванная 4 очень странно для меня объясню почему но смотрите когда у нас нету большого количества лишних квадратных метров вопрос зачем спальню делать огромной но мы ведь спальню приходим спать лег на кровать и все ну телевизор посмотрим лежа на кровати ну чем-то там еще позанимаемся но это все равно происходит на кровати зачем в таких условиях делать спальню 23 квадратных метра мне не очень понятно лично я сделал бы ванну побольше а спальню поменьше и второй вопрос а где здесь гардероб почему нет гардероба тот шкаф который здесь стоит около стены он катастрофически мал всего-навсего два метра вы можете сейчас взять рулетку подойти к шкафу и померить сколько у вас одежды но так в погонных метрах на двух человек метр восемьдесят это мало то здесь банально не предусмотрен шкаф для хранения и тем не менее эта планировка гораздо более перспективно нежели планировка в макаровском потому что в макаровском как ни крути и вторая детская получится убогой и вход в нее будет убогим второй момент ванны и комнаты вы никак не увеличите потому что это коридора если мы уберем то как мы собственно говоря ходить будем и попадать в эти комнаты вот эти вот 4 метра останутся с вами навсегда в ванных комнатах а это ну очень мало и третье это маленькая гостиная 23 метра с крошечной кухней которые вообще никуда не увеличить в сторону санузла запрещено законом вообще нельзя криминал все тут то есть это кухня над вами санузел и под вами санузел физически сделайте а по закону нельзя увеличивать в зал тоже нельзя потому что зал уменьшится диван поставить некуда будет увеличить увеличивать в сторону коридора тоже нельзя потому что вы не пройдете и получается что за такие деньги в доме бизнес-класса вы получили вот такую кухню в которой еще и дневного света нет поэтому побеждают квартиры на некрасова она более перспективно в ней можно сделать перепланировку в ней можно придумать гардероб за счет гостиной комнаты что я и сделал кстати говоря и предложил моим заказчикам за счет этой зоны сделать гардеробную теперь она большая и просторная и осталось достаточно места и под кухню и под стол и под диванную группу более того здесь удалось сделать гардеробную ванную конечно мы не увеличили оставили такой как какая она есть но зато появилась гардеробная и есть еще одна комната которая будет просто кабинетом а я ее сделал не просто кабинетом я убрал коридор и теперь получился такой своеобразный холл который совмещает в себе две функции это коридоры ну даже не коридор это холл ну то есть проходная зона и это кабинет то есть сюда я поставил стол здесь есть окно и но мы просто попадаем в комнаты через такой кабинетный холл вполне себе решение и от коридора избавились и кабинет побольше получили если надо уединиться можно повесить штору и вот прям вот так вот рядом со столом ее задернуть и получается что вы будете сидеть вот но так изолировано никого не видите и даже особый не слышите потому что есть на ткань которая еще и звукоизолирующая ну помните в кинотеатрах сначала закрывая дверь а потом зашторивают как раз той целью чтобы звук не проникал в холл ну вот дорогие друзья я сделал разбор двух квартир и мы и заказчики которые ко мне обратились за консультацию чтобы я помог им выбрать из двух планировок а собственно говоря получили то что хотели они сами изначально склонялись к квартире на некрасова но сильно сомневались почему а потому что жилой комплекс макаровский имеет гораздо более интересную локацию то есть место расположения но на самом деле она лучше инфраструктура вокруг лучше ближе к набережной ближе к центру рядом ближе всяких детских садов школ развлекалов и так далее и так далее а внешний вид симпатичные самого комплекса двор законченный стройка закончена то есть получается что им нужно сделать ремонт и все можно жить и радоваться а стройки больше не будет она не красова еще ничего не построено только котлованы вырыты и вот начинает стройка то есть эта стройка растянется лет на 5 это это будет постоянный шум это котлован это грязь и так далее так далее локация хуже непонятно что в итоге получится с самим комплексом как он будет выглядеть но мало ли захотят удешевить там что-то поменять по ходу движения как это обычно бывает поэтому вот по всем этим параметрам побеждает жека макаровский но друзья мои планировка ни в какие ворота и именно из-за планировки заказчики выбирают бруснику они у гмк ребята из у гмк вы потеряли заказчика и возможно не его одного просто из-за того что у вас планировка супер просто это просто ни в какие ворота кто он их рисует вообще вот я не знаю что нужно сделать чтобы вы сделали нормальную планировку квартира стоит блин 15 миллионов или там 13 миллионов это огромные деньжище и внутри это я вообще не знаю как это назвать стал бы посередине комнаты крошечные ванны кухня куда-то задвинута непонятно не как вы вот вообще это пропускайте и понимать короче вы только что потеряли 13 миллионов рублей и не я в этом виноват это вы так нарисовали но на этой позитивной ноте предлагаю закончить пишите в комментариях ваше мнение обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал а также обращайтесь за консультацией всем красивый дизайн и удобные планировки в дом да прибудет с вами муза